МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Валерия Новикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Память о герое будет жить вечно. Артем Сдунов провел рабочую встречу с сыном легендарного летчика Михаила Девятаева. Солидная дата. Рузаевская газета отметила свое 105-летие. Герои среди нас. Команда НТМ организовала фестиваль для детей и взрослых с особенностями здоровья. И спорт, и национальный колорит. В Мордовии прошел туристический забег Тавла-трейл. Артем Сдунов и Александр Девятаев обсудили сохранение памяти о подвиге нашего прославленного земляка, героя Советского Союза Михаила Девятаева. 8 июля исполнилось 106 лет со дня его рождения. Но праздничной датой череда памятных мероприятий не ограничится. Какие еще события, связанные с именем легендарного летчика, ждут нас в ближайшее время, расскажем в сюжете. Во время встречи с главой республики обсудили вопросы сохранения памяти о великом летчике и воспитательную работу, которую предстоит провести с молодым поколением. Сделать ее эффективнее поможет переизданная книга «Побег из ада». Благодарность, что вы так много уделяете этому вниманию, Тимусеевич. Но, может быть, пора уже на Мордовской земле тоже издать книгу отца. «Побег из ада», но у нас за вот эти несколько лет работы фонда мы сконцентрировали и кое-что нашли дополнительно, материал архивный весь. И мы бы, конечно, дополнили эту книгу. Хотелось бы, чтобы она более доступна была именно в милиотичной сети, в школьной сети. Сейчас в республике совместно с Александром Девятаевым разрабатывают концепцию цикла мероприятий, посвященных именитому уроженцу Торбеевского района. Среди предложений – показ фильмов о подвиге Михаила Девятаева и их обсуждения. Михаил Петрович, если интересная такая идея, у него есть четыре фильма, о чем он сейчас тоже говорил, которые рекомендуют к показу, к обсуждению. И он сам, как человек, который очень много встречается с молодежью, вот он действительно говорит такую прекрасную идею. Давайте фильм и давайте будем говорить. Не просто мероприятие, да, ради мероприятия, а чтобы это было общение, был разговор. О подвигах прославленного летчика будут говорить и за пределами республики. Глава региона отметил, осенью в Москве по поручению президента страны начнет работать международная выставка «Форум Россия», где свои стенды представят все регионы страны. В течение пяти месяцев выставка станет местом притяжения для жителей России и стран СНГ. В Мордовии там будет тоже блок, мы там будем про Федора Ушакова рассказывать. Там будут детские экскурсии, 100 тысяч человек в день должны посещать. Мы в нашей концепции, в нашей выставке, мы ее согласуем с администрацией президента, будем говорить про наших героев. Хотели бы там и про это рассказать, и показать. Но там должно быть именно интересно, где-то даже интерактивно. Александр Девятаев откликнулся на это предложение, отметив, что сейчас в Казани готовятся к открытию интерактивный музей, посвященный великому летчику. А 1 сентября в Саранске распахнет свои двери новая школа-центр образования «Высота» имени Михаила Девятаева. Глава Мордовии пригласил семью героя принять участие в этом событии. Ольга Данилова, Народные новости. Вопросы демографии, молодежной политики, а также помощь присоединенным территориям и развитие халяль-индустрии обсуждались на встрече главы Мордовии Артема Сдунова и муфтия Республиканского духовного управления мусульман Раэля Асаинова. Она прошла в Доме Республики 10 июля. Среди прочих тем встречи всесторонняя помощь жителям Херсонской области. Напомню, весной этого года Мордовия взяла шефство над Каланчакским муниципальным округом. Инициатива духовного управления мусульман построит современную детскую площадку в центральном парке райцентра поселка Каланчак. Я знаю, что вы тоже активно к этому процессу присоединились, и людей удушевили, и уже что-то даже вложили на площадки. За это большое вам спасибо. Какие планы по дальнейшему взаимодействию? Это и площадка, это и одежду, которую мы направили, и определенная финансовая помощь. Поэтому в перспективе, пока эта ответственность лежит на нас, мы будем активно в этом участвовать и никогда не оставаться на стороне. Активно включилось Духовное управление мусульман и в реализацию в Мордовии демографического проекта «Здравствуй, мама», который вошел в топ-10 форума «Сильные идеи для нового времени» и был представлен президенту Владимиру Путину. Семейные ценности – основа культуры мусульман, в которой многодетные семьи – это норма. Проект «Здравствуй, мама» реализуется полным ходом. В Саранской женской консультации номер один по его формату уже отремонтирован один из кабинетов. Работы идут во втором. 680 тысяч на это выделило именно Духовное управление мусульман. Не забывают и о работе с молодежью. Недавно был подписан договор с Движением Первых. Вместе держат связь с активистами РДДМ из Херсонской области. В Каланчак привезли 50 комплектов одежды с символикой Движения Первых и подарки от татарских бизнесменов Мордовии. К слову, многие из этих бизнесменов занимаются производством халяльной продукции. Форум «Россия. Исламский мир», прошедший в июне в Казани, наметил вектор на приоритетное развитие халяль-индустрии. Динового сотрудничества много было встреч и много продолжений по сельскому хозяйству. Там несколько комитетов, насколько мне известно, халяльной индустрии. Вот тот комитет, который вы предложили создать на базе торгово-промышленной палаты. Он будет с ним взаимодействовать, какие-то контакты подпишет? Этот комитет, он находится в Саудовской Аравии. Мы там же с Батыр, имеющим, провели рабочую встречу с этой делегацией и договорились, что в скорейшее время они приедут к нам в республику и посмотрят наших производителей. Отмечу также, что в республике активно внедряются национальные стандарты халяль. Работают 11 производителей халяльной продукции, которые поставляют свои товары в 9 стран мира. Ирина Семенова, Народные новости. Более 250 домов затронет капитальный ремонт в 2023 году. Строители приводят в порядок фасады, крыши, меняют лифты и инженерные системы. Например, пятиэтажка на Попово-45 преобразилась снаружи. Еще немного, и там завершат ремонт крыши и фасада. А на Лихачево-38 в самом разгаре замены электрики. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. В апреле этого года на Попово-45 стартовал ремонт кровли. И сейчас она практически готова. Строители в прямом смысле ждут погоды, чтобы приступить к финальной части. Однако жильцы уже готовы оценить результат квартиры Татьяны Берсениной на пятом этаже. По ее словам, крыша сильно протекала последний год. А сейчас после ремонта успешно выдержала испытания летним ливнем. Когда таяло, прям над окном текло ставило. Ну, потом заделали, запенили. Поработали строители и над фасадом дома. Его утеплили, обшили и покрасили. Осталось привести в порядок несколько балконов и отремонтировать подъездные козырьки. Первый раз это чтобы и крышу, и вот все покрасили, и балконы. Ни разу не было. Такие были, эти, как их называют, ну, в подъездах белили, а так капитального не было. Хорошо, молодцы ребятишки, сделали отлично. В этом году основной объем работ в рамках капремонта приходится на обновление инженерных систем и ремонт крыш. Только электрику меняют в 177 домах из 253. Пятиэтажка по улице Лихачева в их числе в июне здесь закончили ремонт кровли, а сейчас близится к завершению обновления электрики. Осуществляется полный комплекс. Меняются ветхие старые этажные щиты, меняются вышедшие из строя светильники, силовые кабели, меняется внутреннее распределительное устройство, меняются автоматические выключатели, которые являются системой защиты человека от поражения электрическим током. Также специалисты делают контур заземления. Это нужно для того, чтобы защитить бытовую технику жильцов при перекосах фаз, скачках напряжения или молнии. Всего в рамках капитального ремонта специалисты могут провести целый комплекс работ. Например, заменить лифт, отремонтировать крышу, фасад, подвал, фундамент, обновить инженерные системы. В этом году предусмотрено 339 работ по рекоператору в 253 многоквартирных домах. На сегодня мы уже завершили 153 вида, почти половину плана. Из них в эксплуатацию приняли 100 видов. То есть была достаточно плодотворная весна, ранняя, тёплая, которая нам дала поработать. На официальном сайте Республиканского фонда капремонта сейчас размещены предложения для собственников жилья по капитальному ремонту по плану 2024 года. Проводить его или нет, жильцам нужно определиться до конца августа. Ольга Данилова, Сергей Кувакин, Народные новости. К своему дню рождения подарок для читателей подготовила Рузаевская газета, и это уже традиция. Одному из старейших и самых уважаемых в республике СМИ исполнилось 105 лет. Отметили эту дату целым праздником для всех гостей парка культуры и отдыха. Ну а все жители района получили ещё один подарок. Книгу о втором по величине городе Мордовии и о тех, кто больше века писал его историю. Праздник Рузаевской газеты отмечали поистине всем городом. За 105 лет существование издания завоевало сердца многих поколений читателей. Так что эта дата значима для всех. Более полувека свежие новости из жизни Рузаевки, района и республики. В целом местные жители узнают именно из газеты. Каждый номер – плод кропотливой работы очень многих людей. В то время в коллективе трудилось более ста человек. Сейчас коллектив уменьшился, один человек. Но тем не менее, самое важное, наверное, считаю, что газета не отстаёт от современности. И с учётом того, что сейчас век высоких информационных технологий, печатное издание остаётся так же популярным. В этот значимый и важный день главный редактор Рузаевской газеты презентовала книгу об издании. Работа над ней заняла не один год. Нашлось место рассказу обо всех, кто посвятил себя журналистике и работе на благо района. Это книга, в которой труд многих людей. Я хочу огромную благодарность выразить главе Республики Мордовия Артёму Алексеевичу Сдунову за то, что именно при поддержке его администрации, главы Республики и правительства Республики Мордовия вышла эта социально значимая литература. Нам была оказана поддержка финансовая. И вышла в свет эта книга. Она называется «Мы пишем историю». Уникальное издание. Для посетителей праздника подготовили различные тематические площадки. В гримерке на свежем воздухе, к примеру, каждый мог получить профессиональный студийный макияж. Привлекла гостей и фото зона. Даже для малышей нашли занятия. Игры с песком. Ну и куда же без концертной программы в этот жаркий день. Песни пей со старины. И в виду, и в радость спеть. Жить так было веселее. В 105-й день рождения Рузаевской газеты были вручены заслуженные награды ее сотрудникам, ветеранам, а также победителям и призерам конкурса «Славим тебя, русский воин». Состоялся и розыгрыш лотереи. Гости праздника выиграли приятные призы. Ну а для малышей приготовили сюрприз. К ним вышел чебурашка со своим любимым лакомством – апельсинами. Сидоровы из Ичалковского района победителя номинации «Моя опора, мой отчий дом» окружного конкурса «Успешная семья при Волжье-2023». Напомним, итоги состязания подвели 8 июля в День семьи, любви и верности в Чебоксарах. В семье Валерия и Елены 11 детей супруги вместе уже более 30 лет. Ранее Сидоровы стали победителями республиканского этапа конкурса. Именно поэтому они и отправились представлять наш регион в финале – в Чуваши. Там Сидоровы в числе 14 семей из Приволжского федерального округа демонстрировали свои таланты по четырем направлениям. Презентация семьи, творческий номер на свободную тему, культурно-познавательный конкурс, рассказ о своем регионе. В итоге семью из Мордовии признали лучшей в номинации «Моя опора, мой отчий дом». И это не случайно. Сидоровы живут и трудятся на родной земле главы семейства Валерия. В Ичалковском районе они развивают свое крестьянско-фермерское хозяйство. Увековечить память героев-земляков – главная задача боевого братства Всероссийской организации ветеранов. Благодаря ее кавылкинскому отделению в селе Курнино появится новый памятник солдату-афганцу. Бюст Сергея Чиколаева доверили создать скульптору Александру Филатову. Монумент уже почти готов. Ирина Семенова и Александр Овчинников заглянули в мастерскую художника и увидели, как идет работа над новой скульптурой. Сергей Чиколаев, уроженец села Куркино Кавылкинского района, отучился на ветеринара и едва ему исполнилось 20 лет, пошел в армию, был отправлен в Афганистан. Попал в инженерные войска, стал сапером, дослужился до младшего сержанта. Со своими задачами справлялся успешно, лидерские качества помогли стать хорошим младшим командиром. Был награжден медалью за боевые заслуги. До окончания службы оставалось совсем немного. Но домой Сергею было вернуться не суждено. Последняя награда, орден Красной Звезды, присуждена младому солдату, была посмертна. Получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. К сожалению, погиб. Память о нем мы храним, его сослуживцы, его земляки. И по прошествии вот столько лет хотелось бы увековечить в лице Сергея Николаевича памятник, чтобы олицетворял, наверное, всех тех военнослужащих, которые погибли, прежде всего, исполняя свой воинский долг, были до конца честными к выполнению присяги, долгу. Сергей Чиколаев похоронен в родном селе. Там и по сей день живет его мама. На малой родине солдата помнят, не забудут его и новые поколения. Бюст героя установят рядом с мемориалом воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Памятник уже готов в глине. Над ним работает известный скульптор Александр Филатов, представитель целой творческой династии. Процесс начался больше года назад. Выезжал я и на место, и на место, где будет установлен бюст. Была беседа, обсуждали, как лучше сделать, в каком размере. Были предоставлены фотографии, и уже по ним изучение и биографию немножко почитал. И разные фотографии посмотрел. И уже с них был составлен образ. В работе скульптора главное увидеть характерные детали и не просто запечатлеть, а подчеркнуть их. Ушки, как у него интересно, на фотографии, если посмотреть, тоже так торчат. Тоже характерная особенность. Глазки так под своим углом идут тоже. И передать того молодого парнишку, который был, то есть его черты. Глиняный бюст почти готов. Осталось немного его усовершенствовать, добавить ордена и другие отличительные знаки. Затем скульптуру останется отлить в бетоне и затонировать под бронзу. Установить памятник планируют к концу лета. В будущем местные жители хотят увековечить имя Сергея Чиколаева еще одним способом. В его честь может быть назван местный парк. Ирина Семенова, Александр Овчинников. Народные новости. Растить детей в духовности, строить семью в любви. Как этого добиться, епископ Ордатовский Иотяшевский Вениамин рассказал многодетным семьям сотрудников органов внутренних дел. Встреча прошла в Кафедральном соборе Андрея Первозванного в Ордатове. Приурочили события ко Дню Семьи, Любви и Верности. День Семьи, Любви и Верности тесно связан с православием. Ведь это день, когда чтят святых Петра и Февронию Муромских, которые и стали примером крепкого союза. Об истории праздника епископ Ордатовский Иотяшевский и член общественного совета при МВД Мордовии Вениамин рассказал многодетным семьям сотрудников органов внутренних дел, которые стали гостями собора Андрея Первозванного. Священнослужитель напомнил о сути христианского учения и дал несколько советов по воспитанию детей и о том, как привить малышам веру. От организаторов также звучали поздравления с главным семейным праздником. Чтобы ваша семья только приумножалась, а если не приумножалась, то стабильно держалась. Конечно же, будет получше мир, порядок, созидание царили в нем. Гости смогли не только пообщаться со священниками, но и прикоснуться к святыням собора. Для детей тем временем приготовили игры и конкурсы. А с пустыми руками не ушел никто. Всем вручили цветы и подарки. Ирина Семенова, Народные новости. За активную общественно полезную деятельность Олимпийский совет республики Мордовия получил признание от Министерства юстиции Российской Федерации. Олимпийский совет Мордовии ведет активную деятельность на территории республики уже не один год. Организация делает очень много, чтобы заинтересовать детей и подростков спортом. Для тех, кто уже сделал свой выбор, проводятся мастер-классы со знаменитыми спортсменами. Неоднократно оказывалась помощь в приобретении экипировки для детских команд. Активно включился совет и в общее для всей страны дело – поддержку бойцов СВО и их семей. Для эффективной реабилитации после ранений им организуют условия для тренировок, приобретают инвентарь. За проделанную работу Министерством юстиции Российской Федерации было принято решение признать Олимпийский совет республики исполнителем общественно полезных услуг. Ведь пропаганда здорового образа жизни, участие в организации официальных спортивных мероприятий – профильное занятие организации с самого момента ее основания. Народное телевидение Мордовии завершает большой социальный проект. Он назывался «Герои среди нас» и проводился при поддержке фонда президентских грантов. В течение года мы рассказывали о людях с ограниченными возможностями, об их жизни, трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, самореализации и мечтах. Мы старались показать, что на самом деле они люди с безграничными возможностями. Одним из завершающих этапов проекта стал большой праздник – фестиваль «Герои среди нас». Он прошел в парке имени Пушкина. Один год в эфире, 24 программы и около 100 участников. Это, пожалуй, первый столь масштабный проект в Мордовии, рассказывающий о людях с инвалидностью. Где именно им было предоставлено слово. Мы провели четыре благотворительных марафона для семей с детьми, на которых собрали почти полмиллиона рублей. Все средства были направлены на реабилитацию детей. В каждой новой программе «Мы вместе» новый герой со своей историей и рассказ о работе общественных организаций. А программу интервью с одноименным, с проектом названием, вела Анастасия Свербихина. Она практикующий психолог. В детстве пережила несколько сложных операций по увеличению роста. И кому как не есть знать, что для каждого человека важно, чтобы его принимали таким, как он есть. Герои очень разносторонние личности. Я поняла, что без разницы, какое у тебя заболевание или какая-то, может, ограниченность, возможность здоровья. Главное – делать то, что ты любишь при любом раскладе, и все в этой жизни получится. Все герои социального проекта любят жизнь. Даже как-то по-особенному ее ценят. Каждое мгновение знаки внимания и праздники для них очень важны. И несмотря на июльскую жару, они пришли в парк имени Пушкина. Фестиваль проводился для детей, но и взрослые получили на нем заряд положительных эмоций. Мы в обычной жизни очень редко сталкиваемся с такими людьми. Мы их практически не видим, потому что чаще всего они либо живут какой-то обособленной жизнью, либо же замкнуты в стенах своей квартиры. Но когда мы начали реализовывать этот проект, оказалось, что таких людей очень много. И существует и общество в Саранске, где эти люди собираются. Они открыты к общению. Как они сами говорят, что у них не ограниченные возможности здоровья, а безграничные возможности. Потому что они на самом деле своим примером показывают то, что можно реализоваться и жить полной открытой жизнью. Сладкая вата, аквагрим и большая анимационная программа. Народное телевидение Мордовии постаралось сделать праздник запоминающимся и доступным для всех. На сцене работал сурдопереводчик. Она помогала как гостям, так и артистам. Но Ирланд Жигулов всегда любил цирковые представления. А пять лет назад впервые вышел на сцену с фокусами. За это время Мордовский артист неоднократно становился победителем различных международных и всероссийских конкурсов. Когда он начал заниматься, меня часто приглашали на творческие, на благотворительные мероприятия. Поэтому его давно знают. И он всегда бесплатно для детей много раз выступал. И дарил приятные эмоции и уникальные настроения. Проект Народного телевидения Мордовии – это большой шаг на встречу людям с ограниченными возможностями. Мы и дальше продолжим рассказывать об их победах и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, чтобы сделать наш город и республику по-настоящему инклюзивными, доступными и комфортными. Нужно, как бы сказать, более углубленно рассказывать о проблемах инвалидов. Потому что зачастую обычные люди даже не знают банальных вещей. Ну вот, например, почему некоторые инвалиды, очень упитанные ребята, садятся в коляске, например, 36 сантиметров. Я сам не знал, пока не сел. Потом я понял, что у нас прах, если к седлу коляски будет шире, мы ни в один проем, мы просто не поместимся. И у этих мелочей очень много у каждого. Но на празднике о проблемах забываешь. Глаза детей искрылись счастьем. А значит, мы смогли подарить радость и их родителям. Завершился фестиваль катанием на аттракционах. В нашем же проекте будет заключительная точка. 16 июля в эфир выйдет инклюзивный документальный фильм «Мы вместе», который объединил историю участников этой программы. Проект «Герои среди нас» был поддержан фондом президентских грантов. Евгения Кострица, Сергей Соколов, Владимир Ильин. Народные новости. Замечательный подарок в День семьи, любви и верности для своих сотрудников подготовила группа компании «Толина». В Отяшевском районе на базе одноименного центра семейного отдыха прошел большой яркий праздник. Концертная программа, множество площадок для развлечений и занятий спортом, всевозможные угощения и, конечно же, награды. Их вручили молодоженам, семейным династиям и многодетным семьям. Юлия Мамаева и Александр Овчинников с репортажем о событии. Светлый, очень душевный праздник посвятили всем, кто идет по жизни вместе со своей второй половинкой. В любви и бесконечной заботе воспитывает своих детей и внуков. День семьи, любви и верности 2023 года сотрудники группы компании «Толина» точно запомнят надолго. Предприятие организовало для них большое корпоративное мероприятие. Началось оно зажигательно и ярко. Всех порадовало барабанное шоу. Символичным и важным для всей России праздником сотрудников «Толины» поздравил основатель группы компании Виктор Бирюков. Он поблагодарил свою команду за большой ежедневный труд, адресовал им, их родным и близким, самые добрые пожелания. В этом году нам исполняется 25 лет. Наши главные празднества еще будут впереди, ближе к концу года, когда подведем итоги, когда уберем урожай. И хорошо, торжественно мы отметим, встретим эту дату. Пусть в ваших домах, семьях царит мир, сердца были наполнены добротой, чтобы вы друг друга любили, уважали. Пусть в каждой семье будут дети. С днем семьи, любви и верности всех собравшихся также поздравили глава Атяшевского района Константин Николаев, епископ ордатовский Атяшевский Вениамин и другие почетные гости. Затем вручение наград. «Толина» отметила благодарственными письмами и денежными премиями тех, кого смело можно ставить в пример. Многодетные семьи. Подмаревы воспитывают пятерых детей. В них главное счастье Михаила и Ольги. Что такое дети? Дети – это счастье. Дети – это радость. Дети – это в жизни свежий ветерок. Их не заработать. Их нигде не купишь. Их по благодати взрослым дарит Бог. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес семейных династий, которые трудятся в Толине. Один из замечательных примеров семейной гармонии, понимания и любви Макушкины. Виктор и Анна вместе уже 45 лет. Супруга у меня хорошая. Я полюбил ее сразу в армии. Она меня ждала. Поженились. Трое детей родили. Желаем всем здоровья, во-первых. Счастливой, здоровой семейной жизни. Центр семейного отдыха Толина и в самом деле – отличное место для совместного времяпровождения на свежем воздухе, причем в любое время года. А 8 июля он и вовсе преобразился в полноценный городок развлечений. Занятия по душе нашлись абсолютно для всех. На каждой площадке было многолюдно. Улыбки и детский смех – главное подтверждение. Праздник удался. Мороженое и сладкая вата, батуты и аттракционы, аквагрим, фокусы и активности от аниматоров, мастер-классы. Без преувеличения в этот праздник исполнились все детские мечты. Впрочем, довольны остались и взрослые. Все очень красиво, вкусно. И для детей развлекающихся. Это вообще прекрасно. Праздник, конечно, будет не здорово организован. Все нравится, все хорошо, и погода не подливает. Так в семье все, слава богу, растет еще один семишка. Очень празднично, все хорошо, все замечательно. И детских забав много, и для взрослых тоже. Красиво, все хорошо организовано. Очень хорошо, приятно, правда. И всем желаем счастья, любви, благополучия. Всем добра, мира и счастья. Самых активных приглашали на спортивную площадку, дартс, футбол, волейбол. И не только. Все желающие под внимательным взглядом инструкторов могли пострелять из лука или пневматической винтовки. Или, к примеру, пометать копье. Не обошлось и без угощений. Для гостей праздника приготовили большое меню. Угощали щедро, от всей души. Площадки работали до самого вечера. Все желающие также могли покататься верхом на лошадях или отправиться на познавательные экскурсии. Юлия Мамаева, Александр Овчеников. Народные новости. Отяшевский район. Праздник спорта с национальным колоритом. Вот уже в третий раз в Подлесной Тавле состязались в силе, ловкости и выносливости участники забега Тавла Трейл. В живописном месте спортсменов и гостей радовала не только спортивная атмосфера, но и развлекательная программа. С подробностями Дарья Боронина и Дмитрий Малахов. Жемчужину туристической Мордовии село Подлесная Тавла встречало гостей из восьми регионов нашей страны. На этот раз желающих выйти на старт оказалось почти в два раза больше, чем годом ранее. Порядка 140 человек. Празднику спорта также способствовала и прохладная погода. На выбор участникам было предложено несколько дистанций. 10, 20 и 32 километра. Каждая из них была по-своему непростой. Путь проходил через лес, поле и даже включал в себя переправу вброд. Пока одним водная преграда буквально по колено, другим пришлось приложить немало усилий, чтобы ее преодолеть. Путь от старта к финишу стал настоящим испытанием для каждого спортсмена. Однако впечатления от большой туристической пробежки того стоили. В этом году трасса еще более беговая, чем в прошлом. В прошлом было больше грязи. И погода была пожарче, а сегодня прямо идеальная погода для бега. Поэтому все прекрасно. Нас приехала команда в этом году больше с университета. 9 человек. Поэтому на разных дистанциях все мы представлены. Здорово. Всем желаю побегать здесь. Вообще супер. Очень все понравилось. Я первый раз десятку бежала. Эмоции переполняют. Вообще кайф. Круто. Трасса, ну так, средней сложности. Очень большой тягун. Километра два, наверное, получается. По полю, по лесу и по траве. А потом уже на спуск. На финише громкими аплодисментами спортсмены встречали родные и близкие. Для них каждый из участников уже победитель. А вместе с этим спортсменов ждал еще один приятный сюрприз от организаторов. Памятные медали в мордовском колорите. Как отличное напоминание о фестивале Тавла Трейл. Три года там назад была идея создать такую площадку, где можно было спортивную составляющую объединить с национальной. Это соотносится с той программой, как сохранение языка. Государственная программа у нас правительства Республики Мордовия такая действует. Поэтому мы своим примером показываем то, что разного рода формации можно представить для того, чтобы данной цели соответствовать. Тавла Трейл – это не только про спорт. На протяжении всего дня участников и гостей радовала насыщенная творческая программа. Все желающие смогли принять участие в комплексе мордовских национальных игр «Тюштинь Налксимот». Это накручивание веревочки, бой подушками, кулачный бой и не только. Приобрести сувенир мог любой желающий. А пока одни знакомились с мордовским колоритом, другие вновь готовились к старту. На этот раз преодолеть дистанцию предстояло самым юным спортсменам. По итогам забега награда нашла своего героя на каждой дистанции. Золото на самом протяженном и непростом участке завоевали спортсмены из Пензы – Асанов Евгений и Мирунина Наталья. В планах у организаторов продолжать развивать данное направление и увеличивать масштабы тавла Трейл. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Качкуровский район. Свет, камера, мотор. В Саранске готовится к открытию первая в городе школа актерского мастерства. Студентам предстоит пройти долгий путь и открыть для себя мир большого кино. А пока школа только готовится к открытию, 9 июля там прошел день открытых дверей. С подробностями Дарья Боронина и Дмитрий Малахов. Пока в пустующих классах киношкола тишина, но скоро здесь закипит большая работа. Цель школы – стать проводником между начинающими актерами и миром большого кино. 10 июля в стенах Start Media School прошел день открытых дверей, на котором все желающие смогли получить бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству, от действующих киноактеров и кураторов школы, а также пообщаться с основателями проекта. Поработаем вживую на камеру, поработаем вживую со светом, поговорим о харизме, поговорим о страхах камеры, поговорим в принципе о своих страхах, поговорим о возможности самопроявления, о том, как легко выражать свои мысли. Этот проект будет актуален для многих людей, которые просто хотят улучшить свои навыки общения, свои навыки разговора, свои навыки эмоционального проявления. Возрастных ограничений на пути в мир кино нет. Стать учеником Start Media School может любой желающий. Авторская программа обучения разработана на собственном опыте наставников. Ее цель – научиться работать не только с камерой, но и в кадре, и не только. Идея вообще Start Media School родилась на основе своего опыта. Мы хотим дать возможность мордовской молодежи, жителям города Саранск, понять и попробовать изнутри вообще, что такое кино на уровне съемок, на уровне... даже они здесь будут пробовать, как проходят кинопробы. Я хочу, чтобы студенты этой школы совместно писали сценарий сами. И то есть по их истории, что они написали, мы хотим с ними это все отснять. То есть по их идее, по их истории. И, соответственно, научим их и снимать. Первый курс обучения стартует в начале августа и продлится 4 месяца. Дарья Баронина, Дмитрий Малахов. Народные новости. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи.